Добрый вечер! Я прохожу третий модуль и сейчас пытаюсь находиться в настоящем моменте. И даже научилась не думать и не жить в прошлом. Замечательно. Но никак не могу не думать о будущем. Ведь надежда является двигателем всего. Вопрос, как жить моментом сейчас. Сейчас надежда является двигателем всего. Двигателем всего является та сила, которая заставляет вращаться планеты, которая заставляет траву расти, которая позволяет нам дышать и благодаря которой происходят абсолютно все процессы в себе. Вот это является двигателем всего. А надежда это то, на что опирается наш ум. Так вот, отвечая на ваш вопрос. Как жить моментом здесь и сейчас? Во-первых, нужно понимать, что мы можем и должны правильно использовать наш механизм ума. Когда мы что-то планируем. Не всегда из того, что мы планируем, все исполняется. И люди в процессе жизни, они замечают. Да. Даже есть такая фраза «загад не бывает богат». Значит, получается, что я могу что-то запланировать, но это не реализуется. Это нормально. Значит ли это, что мне вообще ничего не нужно планировать? Конечно, нет. Но нет смысла планировать страх. Нет смысла планировать беспокойство. Проблема эмоциональная и психофизическая возникает тогда, когда вы начинаете переживать за будущее. Когда вы боитесь, что что-то может пойти не так. И вот в этом причина боли, в этом причина эмоционального дискомфорта, и в этом причина того, что качество жизни очень сильно падает. Как с этим работать? Еще раз вспомнить, что абсолютно все, все навыки представляют из себя устойчивую нейронную связь. Вы мне уже написали, что научилась не думать о прошлом. Научилась не думать и не жить в прошлом. Так вот, можно и нужно учиться чаще и чаще пребывать в моменте настоящем. Как это делать? Вспоминайте, как только вы почувствовали, что вас одолевает процесс беспокойства за будущее, знайте, что вами управляют. Управляют совершенно конкретные хейтеры, конкретные существа, которые живут и привыкли питаться в вашей низкочастотной энергии. Они знают, как дергать за эти веревочки. Что нужно делать, чтобы они перестали вами управлять? Нужно перестать их кормить. И это возможно делать только постепенно. То есть, если вы начинаете думать, беспокоиться о будущем, что что-то может пойти не так, как обычно первое, что я в этих случаях делал и продолжаю делать, если вдруг какая-то мысль меня посетит. Я вспоминаю, что все, что происходит во Вселенной в настоящий момент времени является необходимым. А это значит, что не так вообще ничего не может пойти. Все будет идти только так, как должно идти. Но привычка человека убежать от какой-то боли, от какого-то дискомфорта, создает еще больше дискомфорта. Поэтому я переключаю свое эмоциональное состояние на момент «здесь и сейчас». Что я могу почувствовать в моменте «здесь и сейчас»? Во-первых, все, что вы сейчас чувствуете, можно воспринять со знаком плюс. Первое – вы живете. Вы живы, вы дышите, и это замечательно. Второе – если вы находитесь на улице, насладитесь природой. Если вы находитесь в помещении, подумайте, что вы сейчас находитесь в уютном, теплом пространстве. Например, передо мной есть вода. Я могу сделать глоток воды и подумать, как это замечательно. А если я еще эту воду заряжу, если я запущу этот процесс сейчас, умные воды, программирование воды – это тоже достаёт мне определенное удовольствие. То есть, отвечая на ваш вопрос чуть более сжато. Для того, чтобы научиться жить чаще здесь и сейчас, этот навык надо практиковать. Практиковать как можно чаще. И сначала это у вас будет появляться на какую-то секунду, на две секунды, на минуту, на две минуты. Но потом вы все больше и больше будете владеть этим состоянием пребывания в моменте настоящем. Точно так же, когда спортсмен прокачивает мышцы, он все больше и больше груз добавляет и поднимает его постепенно. То есть, оно так же происходит и здесь. Постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом, вы учитесь доверять Вселенной. И что самое интересное, вот я хочу, чтобы вы это зафиксировали, запомнили. Уровень вашего доверия Вселенной определяет качество того, что вы получаете. Чем больше вы доверяете этой силе, разумной силе, тем больше бонусов приходит в вашу жизнь. И наоборот. Ну, подумайте, это же происходит и между людьми. Если вы не доверяете человеку, человек не доверяет вам, как вы сможете с ним выстраивать отношения? Очень тяжело. Поэтому недоверие будущему блокирует движение энергии. А блокировка энергии, соответственно, влияет на вашу ДНК, влияет на работу вашей клетки. Как только вы заблокировали себя, вы чувствуете дискомфортное состояние. Почему блок пришел? Потому что я перестал доверять Вселенной. Потому что я думаю, что-то, что-то может пойти не так. Мне надо беспокоиться. Столько всего плохого происходит в жизни. В жизни происходит столько хорошего, что это несопоставимо с тем плохим, что берется, вычленяется и массировано обрушивается на сознание человека. Это делают специальные институты. Это делается для того, чтобы человек понесил свои вибрации и жил в негативном состоянии. А энергетические паразиты, которых вы можете видеть или не видеть, будут подпитываться этой энергией, которая называется гаваха. Все на самом деле настолько просто, четко в нашей системе мы излагаем, что вам только остается проходить этот путь. Шаг за шагом, шаг за шагом. И этого никто не отменял. Вот, например, я сегодня был у себя в фитнес-центре, фитнес-зале, который я посещаю, очень люблю. И там люди с разным уровнем подготовки. Есть такие красивые, мощные атлетические тела. И ты понимаешь, что это тело с группой мышц красиво рельефно прокачивая, оно появилось не просто так. За этим стоит очень большой труд. За этим стоят годы тренировок. За умением находиться в высоком эмоциональном тонусе, за умением жить счастливой жизнью стоят годы тренировок. Но это единственное, чему нужно учиться. В противном случае человек живет все время в состоянии переживаний, претензий и страха. И вот торсистом помогает избавиться и каждый раз напоминает вам о том, что мы можем удерживать внутри себя любое эмоциональное состояние. Либо негативное, низкочастотное, либо высокочастотное. В любой момент жизни вы можете это состояние изменить, изменив отношения. А способы уже разные. Можно себе представить, что могло бы быть хуже. Или посмотреть, что случилось там с другими людьми, по сравнению с которыми вы находитесь в очень выгодном положении. Это первый способ. Второе – сфокусироваться на том хорошем, что у вас есть. И чем больше вы начинаете думать о чем-то хорошем, тем больше это начинает проявляться в вашей жизни. Точно так же, как если вы думаете о чем-то негативном, это тоже в вашей жизни проявляется все больше и больше. Я приводил такие примеры на своих тренингах. Еще раз могу вам сказать. Вот посмотрите на два пальца. Левый и правый. Поставьте их перед собой. Вот так рядышком. И начните смотреть на левый. Начните смотреть на него в течение, ну, например, там, двух минут. Чем больше вы будете на него смотреть, тем он больше будет увеличиваться в размерах. Хотя палец не увеличивается, но ваше восприятие этого процесса дает вам такие ощущения. Поэтому зла не становится больше в мире. Просто когда вы фокусируетесь на всех этих низкочастотных событиях, есть чувство, как будто весь мир состоит сегодня из сплошных ужасов и катастроф. Но если вы учитесь раз за разом фокусироваться на самом хорошем, то ваша жизнь превращается в то, что мы называем раем или то, что называют духовные знания, царством Божиим. То, что радует вас вот здесь, независимо ни от каких внешних обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok